Уже завтра более 50 тысяч юношей и девушек навсегда попрощаются со школой. В республике пройдут выпускные вечера. Вот-вот в их жизни наступит новый этап. Новый прекрасный этап. А сегодня в нашей утренней студии белорусский артист Никита Камадей с особенным музыкальным подарком для всех выпускников нашей страны. Премьера клипа выпуск. Ну, а Никита, доброе утро. Привет, девочки. Доброе утро. Ну, конечно, давай сразу к теме. Мы знаем, что за несколько недель мая этот клип уже успел так прилично походить по разным радиостанциям, даже выйти в топ и стать любимым, узнаваемым. Скажи, почему ты обратился именно к этой теме? Это что за конъюнктурщина такая? Знал, знал, да? Выпускной. Ну, конечно же, выпускные, да. Написал песню. А почему обратился? Потому что, ну, выпускной – это ж чувство, это искра, это молодость, это экспрессионизм. Поэтому надо было писать песню, и она обязательно бы прогремела. И также снимать клип. Ну, вот, собственно, чем мы и занимались. Ты автор и слов, и музыки, правильно? Да. Ну, скромный такой, сидит в подушечку нашу. Это я придумала, да. Никита, ну, на самом деле же выпускной – это и стресс. Стресс? Для выпускников? Но для меня тоже был стресс выпускной. Вот, кстати, давай вспомним, мы твой родной город Жодино, да? Ты давно закончил школу? Ой, боюсь говорить даже. 300 лет. Там уже. Анна Валерина не боится, ты боишься. Больше 10 лет назад закончил школу. Так давай вспомним, как это было. У меня не было выпускного ни в школе, ни в лицее. После школы я поступил в лицее, у меня не было выпускного. Я в универ поступил, там тоже у нас как-то смазано получилось. И, в общем, у меня не было выпускного вообще. Поэтому… Ты решил отыграться. И даже после 11 класса, ну, одноклассники же все пошли на выпускной, я попросился к ним. Можно я приду, просто постою? Да, пожалуйста, возьмите меня на выпускной. Они меня не взяли. А-а-а! Ну, не, ну, одноклассники были не против, ну, организаторы, там, места, там, ресторан. Ну, в общем-то, не было брони, и меня не взяли на выпускной. Никита, это замкнутый круг. Я понимаю, почему ты пошел в артисты, чтобы петь на выпускных. Я решил закрыть гешталь. Гешталь. Да. Я написал песню, снял клип, максимально взял от этого эмоции, чувства, ностальгию. И я думаю, что я успокоился. Ты успокоился, все. Ну, ну, вот еще завтра пройдет, да, этот месяц. То есть трека выпускной 2 не будет? Нет, выпускной 2 не будет, будет что-нибудь новенькое, свежее. Просто Никита ворвется на вечер встреч выпускников, там, спустя 15 лет, с этим треком. Да. Своим же. Вы меня тогда не брали, а я пришел. Никита, кто выбирал главных героев клипа, и почему Ромео и Джульетта? Режиссером клипа была Нарьяна Гаспарян, ну, я где-то там что-то, конечно, свое видение вносил, но мы вместе выбирали актеров. Это с 8-й школы ребята, выпускники. Вообще изначально была задумка, может быть, взять кого-то из модельной школы, но мы подумали, нет, нужно взять вот свежих. Обычных людей. Да, ребят. То есть из модельной школы не такие свежие? Ну, я имею в виду выпускники именно, чтобы это чувство. А как раз эта пара, она танцевала вальс, и у них там немножко химия есть. Ну, в общем, все сложилось. Мне кажется, Никита, или ты только что обнародовал личную чужую жизнь? Нет, он рассказал, что в клипе есть нужная энергетика. 8-я школа города Жодина, я так понимаю. 8-я школа, да. И, кстати говоря, хочу поблагодарить, очень много людей задействовано было именно в организации клипа, очень много кто помогал, огромная команда, даже всех не перечислить, но я хочу поблагодарить Юрия Сильвестровича Тумаху. Это наш друг, мой партнер, наш партнер, он на протяжении всего моего творчества мне помогает, нам помогает. Я хочу поблагодарить генерального директора Белорусского автомобильного завода. Ой, я так понимаю, что у Никиты такой огромный список благодарностей, что мы не успеем в прямом эфире его зачитать. Он не такой большой. Никита, но очень хочется посмотреть твой клип, на самом деле, и уже премьера вот-вот, она горяченькая. Мы всех, всех выпускников поздравляем с наступающим выпускным девятиклассникам, желаем удачи сегодня на экзамене по истории Беларуси. Анна Квилария, Марьяна Маренкова. Пусть у вас будет столько энергии, сколько у Марьяны Васильевны. А слова у вас всегда будут. И вам, может быть, даже экзаменатор не даст их сказать, скажет просто десять. А мы прощаемся с вами до следующего эфира. Оставляем вас наедине с клипом Никиты Камадея. В нашем классе опустевшем, сидя у окна тебя я жду, на стекле запотевшем, я признание тебе пишу. Так красиво в ярком платье, по проспекту ты ко мне идешь. Сбывается моя мечта, мгновение, рука, объятие. На выпускной сегодня ты со мной идешь. Под дождем мы кружим, и никто не запретит. Наш мебляк на выпускной поставим в памяти. Звезды яркие горят, и мы к ним летим. Первый танец под дождем поставлен на репит. Под дождем мы кружим, и никто не запретит. Наш мебляк на выпускном оставим в памяти. Звезды яркие горят, и мы к ним летим. Первый танец под дождем поставлен на репит. Нарисую в отражении Две пары ног по лужам босиком И наша сила притяжения Необъяснимый физики закон Но как в кино на рассвете Наш первый неловкий поцелуй Он так и счастлив, когда рядом его капулет Ради своей любви сражайся и рискуй Под дождем мы кружим и никто не запретит Наш медляк на выпускном оставим в памяти Звезды яркие горят и мы к ним летим Первый танец под дождем поставлен на репит Под дождем мы кружим и никто не запретит Наш медляк на выпускном оставим в памяти Звезды яркие горят и мы к ним летим Первый танец под дождем поставлен на репит Под дождем мы кружим и никто не запретит Наш медляк на выпускном оставим в памяти Звезды яркие горят и мы к ним летим Первый танец под дождем Под дождем мы кружим и никто не запретит Наш медляк на выпускном оставим в памяти Звезды яркие горят и мы к ним летим Первый танец под дождем поставлен на репит Под дождем мы кружим и никто не запретит Первый танец выпускной остался в памяти Звезды яркие горят и мы к ним летим Первый танец под дождем поставлен на репит Субтитры создавал DimaTorzok